всем привет с вами магазин горные вершины меня зовут андрей и сегодняшнее наше видео будет посвящено такой важной детали велосипеда как руль поскольку руль как и седло и педали велосипеда является основной точкой опоры не стоит недооценивать важность этой детали вы наверняка обращали внимание на улице на велосипедистов которые либо совсем лежат на велосипеде либо наоборот едут как на чопере либо просто с обычной стандартной посадкой едут и для каждого из таких типов велосипедов существует свой тип руля и сейчас мы рассмотрим поподробнее какие же рули бывают и так по порядку горные прямые дорожные рули бараны походные рули их еще называют рули бабочки рули усы рули типа коровьи роган но и также существуют различные типы кастомных экзотических рулей но сейчас мы рассмотрим поподробнее самые распространенные рули это горный руль прямой и руль баран и так чем же друг а друг отличаются горные рули горные рули должны быть достаточно жесткими прочными и при этом легкими отличаются они друг от друга прежде всего своей формой это может быть плоский руль так называемый флетбар и руль который имеет подъем так называемый райзер бар зачем же нужно наличие или отсутствие подъема на руле. Руль с подъемом обеспечивает более комфортную и удобную рулежку, в то время как прямой руль обеспечит более низкую и аэродинамичную посадку. Также, как вы видите, они отличаются по длине, а длина руля отвечает за легкость и точность рулежки. Чем длиннее руль, тем получается больше рычаг, и мы можем точнее и легче управлять нашим велосипедом. Но в этом также есть определенный минус. Слишком широкий хват не всегда удобен, и, например, в лесу между деревьев вы можете рулем где-то зацепить. В то же время как у короткого руля рычаг меньше, и рулить будет тяжелее. Как вы понимаете, с длиной руля нужно найти золотую середину, и поэтому существует нормальная практика обрезки велосипедного руля. Вот, например, на этом руле даже нанесены отметки с размером для его обрезки. Ну и, конечно же, рули будут отличаться материалом, из которого они сделаны. Самый простой, ну и не самый лучший вариант – это сталь. Такой руль тяжелый и недостаточно жесткий. Алюминиевые рули будут золотой серединой. Они имеют небольшой вес, при этом достаточную жесткость для рулежки. Ну и самым продвинутым вариантом будут карбоновые рули. Они легкие, они очень жесткие и обеспечат наиболее точное управление велосипедом. Чем жестче руль, тем у тебя потери на нем меньше. Мягкий руль – ты его раз, и у тебя он все равно гнется, так или иначе. Хотелось бы отметить еще один важный момент. На большинстве горных рулей диаметр той части, куда надевается грипса, монетка и тормозная ручка одинаковый. А это означает, что вы можете выбрать себе любые компоненты, которые вам нравятся. Однако диаметр средней части руля, который он крепится к выносу, может отличаться. Обратите на это внимание, потому что при замене руля, возможно, придется менять тогда и вынос. А теперь поговорим о рулях баранах. В последнее время велосипеды с такими рулями снова приобрели достаточную популярность. И это понятно, потому что это велосипеды для дальних поездок, для туризма и для скоростных дисциплин. Основной идеей руля является то, что благодаря его форме вы можете менять свой хват прямо на ходу. И это нужно для того, чтобы вы в конечном счете меньше уставали при длительной поездке на велосипеде. По материалу изготовления рули бараны, так же, как и все остальные рули, делаются из стали, алюминия и карбона. Так же, как и рули горные, рули бараны будут отличаться по своей ширине. Смысл здесь такой же. Чем шире руль, тем удобнее рулежка, но при этом чем уже руль, тем более аэродинамичная посадка у нас получится. Рули бараны могут отличаться как по форме центральной части. Где-то это может быть каплевидная форма для лучшей аэродинамики. На некоторых моделях это может быть просто круглая форма для большей жесткости и крепления какого-то дополнительного оборудования. И так же они могут отличаться по углу наклона дропа. Дропом на руле барани называется вот эта часть, за которую держится рука. Развернутые наружу дропы нужны для того, чтобы было удобнее рулить при низком хвате руля. И напротив, менее развернутые дропы обеспечивают более аэродинамичную посадку. На такие рули наматывается специальная обмотка, чтобы вам было мягче и удобнее его держать. Потому что грипсу сюда, как вы понимаете, одеть будет проблематично. Раньше сюда наматывали изоленту, вставляли пробку от шампанского и было вот. Что еще важно знать про руль баран? Это тот немаловажный момент, что на такой руль вы не поставите монетку и тормозную ручку от горного велосипеда. Для таких рулей существуют специальные комбинированные монетки переключения с тормозной ручкой, которая называется пистолет. Ну вот, собственно, основные моменты, которые необходимо знать про МТБ рули и рули барана, я вам рассказал. Но если у вас остались какие-то вопросы, всегда можете их написать в комментариях и обратиться к нам в магазин. И традиционно не забывайте подписываться на наш канал, ставить нам лайки. А с вами был магазин «Горные вершины», я Андрей. Всем пока!